здравствуйте друзья ну значит несу я ясно чтобы вы не думали что вообще что то самом деле для меня это было сюрпризом неким мне позвонил какой-то хз инвест или как-то там они называются я не знаю не начал мне предъявлять что у меня за услуги связи долг было дело ростелеком мы подключали в свое время дома домашний интернет плюс телевидение мне категорически не понравилось качество услуг и я расторг договор тому заплатил какие-то моменты они с меня через суд требовали за аренду оборудования то есть они просто так требовали я им сказал ребят если кого серьезное намерение подавайте в суд да и все ну они подали в суд ну и естественно я по суду выплатил две с половиной что ли тысячи рублей сейчас не помню прям в офисе этого ростелекома прям им напрямую даже не через судебного пристава им напрямую отдал понимаете и вот прошло ну по моему без малого года два или три и появляется какой-то хз инвест или как они там называются слушаем через этого получилось алло алло да здравствуйте компания цз инвест меня зовут калюкина виктория владимировна кузнецова дмитрий евгеньевич я могу услышать компания компания цз инвест дмитрий евгеньевич это вы верно да она к вам поступает по поводу ростелекома вашей задолженности оплаты по какой причине вы не произвели не поняла еще где взяли информацию обо мне только не врите что вам дал ее ростелеком так как ростелеком давно со мной все вопросы закрыл еще дмитрий евгеньевич мы работаем в компании ростелеком по договору в сессии на основании статистике до очень здоровья гражданского кодекса когда у меня был долг выложил эту информацию на биржу должников вы ее оттуда там сперли не разобравшись ситуации нет, Дмитрий Евгеньевич нам договор был ваш продан с Ростелекомом работаем по договору цессии я не вру я вам предоставляю достоверную информацию Ладно, я сейчас вам представлю их полностью в том числе рост своих занятий а вы подумайте хорошенько продолжать ли со мной разговор хорошо, я вас слушаю, говорите меня зовут Кузнецов Дмитрий Евгеньевич я являюсь руководителем общества с ограниченной ответственностью компании АлиАМ АлиАМ занимается тем, что помогает людям попавшим в сложную финансовую ситуацию с кредитами с микрофинансовыми организациями, с коллекторами и всевозможными подобными структурами я учредитель, организатор и единый вдохновитель этой компании я юрист с огромным стажем я лично знаю руководителей многих коллекторских служб я знаю досконально изнутри, как устроена работа коллекторов я знаю, что такое биржа должников и я знаю, как проверить тот либо иной звонок на предмет законен он или нет соответствует ли он всем регламентам 230 федерального закона в нашем с вами случае, на основании 230 федерального закона мой кредитор а точнее сказать, человек, который считает либо организацией что я ему должен должен был на основании 230 федерального закона статьи 9 меня уведомить, что он делегировал кому-либо вот это вот право взаимодействия со мной дальше продолжать или вы трубку положите? нет, Дмитрий Евгеньевич, я трубку положить не буду тогда ответьте мне тогда ответьте мне, почему я должен надеять слышите меня, где у меня хоть один документ от Ростелекома Дмитрий Евгеньевич мне необходимо уточнить оплата от вас в добровольном порядке вашей задолженности это оплата произведена была два года назад на счет судебных приставов еще один звонок и я напишу жалобы Дмитрий Евгеньевич звонки вам будут продолжаться до тех пор пока ваш долг будет не оплачен завтра же будет оправлена запись это вы так думаете вас кто-то обманул поэтому я вам напоминаю вы являетесь должником и не рекомендую вам уклоняться от оплаты вашего долга эта информация о вас как о должнике будет направлена в зерок и институте истории имейте ввиду Дмитрий Евгеньевич финансовая репутация у вас будет испорт на сегодняшний день откажется от оплаты процесс изыскания будет продолжаться звонки принимайте дальше вам всего доброго до свидания и вы знаете друзья на самом деле звонки действительно продолжаются и я вам буду их потихонечку выкладывать а зачем мне терять контент очередных идиотов идиоток вам приятно слушать мне весело ну и в какой-то степени практика растет понимаете я хоть и говорил очень часто отвечая на вопросы наших клиентов что я не психолог но чудится мне что мне все таки придется немного собственно говоря увеличить свою вот эту компетентность и вот слушая вот эту публику я все таки наверное в какой-то степени не психологом психиатром становлюсь потому что ну вот прям чуть ли не предсказывать можно как будет развиваться дальше ее словоблудие или его словоблудие да ну ладно здесь комментировать я ничего особо не буду ставьте лайк потому что здесь явный очевидный пример как работают коллекторы они работают так не только по мелким долгам по любым другим долгам само собой никакого договора цессии нет а точнее он есть ну знаете они пачку выкупают берут вот такую мелочь всякую ну в моем случае там что-то две тысячи рублей по моему было они вот так вот набирают эту пачку таких долгов не разбираясь кто там прям пакетом это выкупают ну я не знаю там за десять тысяч рублей там на каком-то аукционе там может быть там сотню таких вот долгов и сидят и это все авось пролезет причем их работодатели самым бессовестным образом это в базу забивают и вот эти бедняги на телефонных трубках вынуждены как говорится под пулями ходить они не могут выборочно набирать с кем разговаривать это самое бесправное существо во-первых оно бесправное с точки зрения этой жизни да не знает куда себя деть и устроившись вот на эту работу свое бесправие она еще подчеркивает потому что работодатели в коллекторских службах далеко не дураки хозяева этих служб и они набирают вот этих чудодеев четко понимая что это за контингент и они будут если взять вот так вот в гипотезе предположить что руководитель какого-то коллекторского агентства сидит и слушает нас я уверен что он соглашается с моими словами что набирают они идиотов дебилов то есть это основной критерий явные признаки дебилизма чтобы человек попал на эту работу чтобы он задавал как можно меньше вопросов чтобы он не умел вникать в слова собеседника и просто строчил все под копирку некий робот с задатками каких-то мозговых извили вот я и говорю ставьте лайки чтобы как можно больше людей узнала услышала данные конкретные переговоры перестала бояться репост в соцсетях приветствуется я тут говорил про свою компанию все про мою компанию вы можете узнать пройдя в описании этого ролика и любого другого нажав на ссылочку обязательно посмотрите видео на сайте очень интересно заверяю вас оно прямо в глаза бросается ну и конечно же группа вконтакте ссылка на группу вконтакте вступайте в группу вконтакте там все наши ролики дублируются с вами был кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания алиам всего вам хорошего счастья здоровья и финансового благополучия до свидания